Салют, компониры! Вы на канале Binge Running Blog. Прекрасное снежное утро. В этом году у нас зима действительно радует. Я нахожусь в ресурсном центре НКО. Приехал на форум Российской Ассоциации Трил Райнинга. Надеюсь, пойдет в кадр этот замечательный флаг. Предприятие проводится в основном для организаторов забегов. Но я думаю, обычным бегунам тоже будет интересно, что такое Российская Ассоциация Трил Райнинга, куда она развивается, какие трилы у нас вообще существуют в рамках этой ассоциации. Что ж, пойдемте посмотрим. Ну, допуск внутрь у нас, ковидные меры никто не отменял, поэтому достаю маску с надпись Трил Райнинг. И, собственно, сейчас будем показывать QR-коды. Мы сделали нечестно. Мы, конечно, утром в выходной день собрали людей. Но вы люди спортивные, вы, наверное, привыкшие не спать. Ну, я как минимум не спал. Мы, значит, в 11 хотим начать. В 11 уже будет открытие. Поэтому давайте через 5 минут мы вас всех ждем уже на третьем этаже. Очень рад вас приветствовать. Очень здорово, что мы все собираемся уже в четвертый год подряд на этом форуме. Хотим узнать, откуда вы к нам приехали. Во-первых, ну, давайте будем выпендриваться. Кто из Москвы? Давайте, поднимайте руки. Кто у нас считает, что он приехал из самой далекой точки от Москвы? Я знаю, что есть тут один человек. Все-таки я надеюсь, он сейчас вскроется. Так, здрасте. Как вас зовут? Здрасте, Ренат. А чем вы... Во-первых, откуда вы приехали? Камчатский край. Камчатский край. Ну, все, вы выиграли, получается. Самый южный город. Самый южный город относительно Москвы. Расскажите. Ну, хотя бы Балашиха какая-то. Я не знаю, где она находится вообще. Это неизвестное место, на которое не хочется тратить свой отпуск. Понятно, что все хотят ехать на море, хотят ехать на Эльбрус. Никто не хочет ехать в одну рак. Что такое вообще одну рак? Туда... Да, где это? Туда еще и хрен доедешь. Мы прокладываем трассы по красивым местам, какими бы они ни были труднодоступными. Мы делаем тропы там, где их не было. И вот это наш стиль проекта. Сделать так, как никто не делал. И сделать там, где никто не делал. Наташа, подскажите, пожалуйста, вашу человеку у вас все на зарплате? Нет, у нас никто не на зарплате. Все бесплатно и просто работает. Ваши человеку. А если кто-то еще не понял, у нас есть колярный разбук. Вот человек понял, и видите, это правило. Здравствуйте, подскажите мне, пожалуйста, что куда так? Так, пластик вижу. Да, нет, не совсем. Да, не совсем. Маргарин, скажешь, что ты один выводишь, чтобы по ночью не мешал. Это твердый пластик, мы его сейчас кинем сюда. Нет, ну там все понятно. Вы у нас как единое целое. Один кусочек пластика вот этот, который... Но единство его не надо сговорить. Спасибо, очень лестно, да. А стаканчик желательно сполоснуть. Окей. А потом прям просто сполоснуть, а потом мы его перейдем. Да, ну да. Не, все так просто. Знаете, к вам один вопрос. Вы же завтра будете делать блогинг, да? Да, там есть винты. Вообще там что-нибудь из мусора найдется, потому что там замело все. Такая погода у вас. Я думаю, что если всегда это волтое, то в общем-то что-нибудь мы найдем только вопрос, хотя бы на бег. Влогинг как-то все-таки про бег, то... Да. Я поддерживаю, все-таки надо побегать, но вот пару раз пробовал у себя в плодинге в Москве, там на самом деле наверное больше мусора, чем бег. А, ну да, да, это есть такое. Мы шины собирали за зиму, но и будем. Слушайте, ребята, если я что-нибудь увижу, надо мне ваш телефон взять. Можно подписаться на вас. А, вот, точно, ну ребят, если короче бегаете у себя там где-то в изоляции ковидной на даче, видите кучу мусора, вот смотрите, подписывайтесь на ребят, вот. Вытаскивайте сами, а мы будем делать мусор. Да, да, они вам помогут, потому что у меня реально проблемы, я как бы убегаю далеко, и там на машине не заедешь, и там просто столько мусора, реально. По весне выкидываются. Я знаю, как я вспоминал, что по лесам у нас там не очень много, и чаще по дороге пробуются. Да, да, да. Хотя порой бывает, можно отойти там на километры и найти просто. У меня был пример, я говорю, я в Карелии находил где-то в метрах 500 от ближайшего общерка какого-то людского окружения находил ланду забитую строительным мусором. Абсолютно, абсолютно моя тема. Вот я постоянно на окраине всего этого городского округа нахожу. Мэр у нас молодой, как бы отреагирует, сказал, это вообще уже территория лесничества. Ну ладно, машина как бы... Ну, на самом деле, вот это основная проблема, как вот это, как говорится. Проблема, это, скажем так, нижеведерственная. Найти, кто должен отвечать, потому что это нахуй. Обычно все перекидывается. А это должен быть. И в итоге никто ни до чего не договорился. Я бы добродел заявки оставлял. Допустим, лесной я оставляю, и там пишут, что там такое песни, что верненько обычно там, ну, окей, будь, я помоляю. Добродел, на самом деле, они вроде делают по-разному делу, на самом деле, они собирают, как это не выгодно. Потому что, мы, допустим, точно так раз натыкались в схемах, когда через Добродел вот эти скидывали, допустим, свалку в лесу, они потом это отличают, что у нас все убрано, они говорят, нам, у них тут свалка фотографий, или там, не помню, будет работать. Ну, а мы в итоге этого свалка обнаружили, там, 30 метров просто по стороне, просто, ну, переключили ее, ну, и все. Фонушки отправили, да? Да, 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 пошли. Их ужасная быка, убра за собой, сигареты пива, видят у спидалой, гуляешься с ребенком в этом терепе, там от этого, не по себе. Ты устал, мне как-то плот, в моей душе пора на мусорный поликон, сколько отходов оставишь после себя, понять подробка в нагоды, навека ранен, минутный выгод, и суеды. Мусор будет разлагаться дольше, чем ты. Мусор будет разлагаться дольше, чем ты. Я всегда вижу вот этого запаренного в мыле рейс-директора. Если вот каждый из вас, кто является директором гонки, задаст сам себе сейчас такой вопрос, что может ли он не прийти на свое событие? Вот есть тот человек, который, организатор гонки, может сказать, на моем старте я не нужен вот в день гонки. Вот прям честно, сами себе на этот вопрос ответьте. Чтобы в день гонки вы могли, как руководитель, смотреть далеко вперед, а не смотреть, кто привез туалеты или почему шатев стоит не там, где он должен быть. А как вы рассчитываете количество апельсинов? У нас есть целые таблицы по расчету. В радиусе 50 километров можно оказаться в песках, в дюнах. Через неделю, например, вот в следующие выходные мы бежим с зимней скаранинг до высоты 4000 метров. У нас есть горы, у нас есть вода, у нас есть равнины, у нас есть все. А для трейлов мы тратим 20 минут из офиса, чтобы оказаться в очень красивом горном районе. Земной шар очень сильно сжался. Самолета достаточно 4 часа, и ты пролетел 5000 километров, да? Привет, трейлранеры. Дим, заходи, заходи, садись. Заходи, садись, садись, садись. Мероприятие, это, конечно, прикольное повод не только почерпнуть новую информацию, но и встретить друзей. Вот раз со мной сейчас на узком диванчике два организатора Забегов во Владимирской области, Роктрейл, наверное, многие их знают уже, Роман, Дмитрий. Хотелось бы вообще, ребят, сказать, вам задать пару вопросов. Как вы пришли к бегу? Потому что без любви к бегу, я думаю, забег, в принципе, невозможно провести. Роман, давайте начнем с тебя. Ну, я старый ориентировщик, кстати, вот сегодня в зале практически бег. Чувствуют ориентировщики какие-то кузницы кадров. Вот. Ну, с четвертого класса занимался ориентированием. Бегал за сборной военного училища. Ну, то есть еще и военный, да. Ну, да. Бывший. Вот. Ну, а Дим мой сын, и в принципе, с детства его тащил в лес всегда. Однажды совершенно случайно поучаствовал в забеге групп и решил, что можно нам сделать свой Владимирский забег. Не обязательно москвичам на нашей территории выпендриваться. Ну, это москвич, это я, я полумосквич, поэтому я выпендриваюсь наумеренно. Дим, я так понимаю, у вас семейное, да, такое, как бы, мероприятие? Да, да, да. То есть меня также с первого класса привлекли к спортивному ориентированию, к бегу, вот. И, соответственно, папа предложил организовать свой трейл, и мы начали после грунта... Сразу готовится? Нет, начали с разведа. А, ясно. Слушайте, а не было так страшно, что вот есть грунт, да, как бы у него все знают, и все вот, как бы, отбегают его, да, там график какой-то, да, там своих забегов, и к вам вот никто вот не приедет, потому что, да, вы начинаете с нуля, а грунт, в принципе, там уже на тот момент достаточно такая раскрученная тема была. Вообще об этом не думали. Вообще задача была, и она, собственно, и сейчас стоит, рассказать о совершенно неизведанных достопримечательностях, которые находятся прямо рядом, 200 километров от Москвы, уникальные места, уникальный замок, уникальное место, дюкинский карьер, совершенно другая природа, которая не характерна для центральной России. Наша задача как раз сюда подтащить людей, чтобы вот эти вот места совершенно уникальные, люди увидели. Я резюмирую, то есть, если вы бегали грунт и думаете, что вы видели всю Владимирскую область, нет, ребят, это не так, ребята вам докажут, можете приехать проверить. Вот, и хотелось бы еще спросить вот про первый самый забег, да, когда вот эту вот разведку провели, все вот это вот, сделай. Кстати, ребята очень правильно поступают, у них массированная идет атака на ваш мозг, да, во все СМИ они стучатся, там делают прикольные видосики, подписывайтесь на их Инстаграм, на Инстаграм, ВКонтакте, все вообще там очень круто у них, с продвижением, вот, посмотрите, вы действительно захотите его пробежать, этот забег, вот, и все в стерео, руктрейл. Про первый забег расскажите, как провели вообще. Самый первый? Да, 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 самый первый. Самый первый забег мы проводили в самый разгар пандемии, в смысле карантина. А то есть он в нее попал, получается, второй был. Это, ну, а ты на Фростреевой, я на Третьево, это был третий. Это был третий. А самый первый забег, то есть мы сначала, то есть там история совсем была такая интересная, мы сначала захотели сделать просто один забег, вот, в Кудаковском районе, в усадьбе Храповиста, но, поскольку никакого проведения вообще мероприятия такого рода не было, мы решили проверить систему хронометража. И решили, что мы сделали локальный маленький забег, там, где я сам тренируюсь, потому что я живу в деревне, а здесь здесь бегаю, и сам, думаю, ой, все знали, и мы высадили, сделаем трассу, и проверим, как работает хронометраж. Ну, и опять же, это, это, это было запланировано, и, как сейчас помню, 18 апреля, как раз обманул разгар карантина, вот, и, значит, а мы уже сделали медальки, все дела, что делать, мы, в общем, два месяца держали разметку по месту, и в режиме, кто, когда захочет, только стартует и нам предоставляет трек, и мы трек добавляем, то есть, если все нормально произошло, значит, мы результат заносим в протокол. Два месяца мы держали разметку, люди приезжали, ну, обычно это было на выходной, у нас после забега остались медальки, что с ними делать, мы решили, ну, тогда раздадим их зимой, и мы еще провели осенний старт, тот, который основной, чтобы добро не пропадало, мы, значит, мы эти медальки раздали на трейле уже на зиму. Вот так появилась серия за... Слушайте, ребята, на самом деле эти медальки это отдельный вид искусства, и просто, я думаю, даже ребята не обиделись, только кто бежал второй раз получить такую же медаль, как бы, Дима, это же твоя, да, идея, вот этот дизайн, нет, это твоя? Все роман, да? Да, фантазия. Дима скромная, да, давай. Поскольку у нас эта тема музыкальная, вот поэтому мы как-то пытаемся это все дело скомбинировать. Не, ребят, мерч отменный, короче, вот футболка с Фрострелла на романе надета, да, вот, я схожу в такой футболке, собственно, сейчас от Кара-Холл, но и бегаю в их футболках, там, локально у себя дома. Есть какие-то планы по развитию? Да, у нас есть секретный план. Так, но... Это не, там, дистанция ультра, там, 160... Ультра, ультра где-нибудь приблизительно... Уже у меня набралось 120, но, скорее всего, она будет около 150, и это будет бомба, но это будет на следующий год. В общем, ребят, ждем следующего года. Это будет линейный трейд. Линейный, круто. Я, например, пробежал 12 километров. Вот. А как получилось? Я на соревнованиях по ориентированию... Дружба там, мой, выходит из палатки, такой вещь, в майке, в грудь. Ты такой, вау-а! Это что это такое, у тебя за майка такая мудрая? А ты что, не знаешь? Я говорю, нет, не в курсе. Ну вот, там, в Сузале, там, 3 тысячи участников, народ бежит. Я такой, да? Отвечаю, и ничего. Ну вот, я готовлюсь к 20. 20? Мама миг! 20 пробежать! Да ты что, грубая? Ну, я такой, да, стал... Ну, да, просто обычные ориентировщики бегут до 10. Ну, да, да, да. Тренировки 10 километров, и это предел. Ну, я думаю, нет, это... Ну, хоть пробегу 10. Ну, и вот, десятка пробежал. Вот. Ну, мне не понравилось, потому что все по городу. Ну, и потом начал вот это все дело замечать. И потом мы начали тренироваться, начали проводить разведку там, ну, то есть вот на дюклинском карьере. Вот. И я говорю, Диман, а давай, говорю, с дюклинского карьера домой пробежим. Ну, я так прикинул, ну, вообще, то есть просто, вот, ну, поскольку мы ориентировщики, и там без разницы, мы и пазмут пробежим. И побежали просто, ну, Пазмута. Ну, куда глаза глядят, ну, то есть приблизительно по направлению до дома. Ну, я так тоже дома бегаю, только без компаса и без карты. Вот. И мы, и мы, короче, с ним, нас, нас мама вывезла туда в карьер на машине. Хорошая мама вывезла и бросила. И мы за с ним. Я такой думаю, ну, Диман, километров 30, если у нас получится, то где-то так приблизительно так, вот, по карте. Ну, еще ремарочка, на карьерах мы еще там пофоткались, там такое место было, что два часа мы только, поэтому карьера только лазили. Ну, да. Не, ребят, крышесносное место, посмотрите меня вот в обзоре на канале, там просто отвал башки, советую, даже камера вот не передает, просто надо там побывать. Короче, в итоге у нас получилось 48 километров. В итоге. Ну, тогда я и подумал. Ну, вот мы уже и ультра, стали мы ультра. Теперь можно пробежать и официальный старт. И вот на следующий сезон я уже побежал по палке. Ребята вообще рассказали, как они пришли в этот спорт. Ну, убеждаюсь, случайных людей тут нет, все-таки как-то связано, да, там, с активным образом жизни, с бегом. Все-таки пытаюсь найти того, кто скажет, что я вот с дивана встал там, да, и как бы это нет, так у меня не получается. Наверное, я мог бы сказать, что с дивана нет, но у меня там были свои заморочки, вот, хотя, да, в школе я пробегал самым последним, что, кстати, повторяю регулярно на каждом запеке. Ребят, вам желаю вообще креативных идей, еще побольше, как бы не останавливайтесь, рост, потому что, ну, реально, наверное, вот за сколько вы там, два года, да, Rock Trail это бренд, это как бы качество, вот у меня уже беговой клуб, там, локальный, да, ребята говорят, раньше говорят, Грут, Грут, там, типа, вот, а сейчас еще говорят, вот, перед Грутом еще вот к вам приедем, там, пробежим ваш, там, Фроуст Рейл, допустим, чтобы, ну, подготовиться к Груту, опять же, но, тем не менее, ребята говорят, что очень классно, все довольны. Как бы притащил-то я там, но в этом есть и ваша заслуга. 23 апреля! В этом есть и заслуга ребят, потому что, если бы не было такой классной подготовки, если бы не было такой массированной атаки, да, там, через соцсети, ничего бы не получилось. Ребят, рад, чтобы вас встретил на этот форум. На следующей неделе откроется регистрация. Ну, это видео будет может быть позже. Ребят, поэтому смотрите, следите за соцсетями у ребят, я здесь их поставлю, здесь вот они будут выезжать. Рок Трэйл! Рок Трэйл, не забудьте. Давно вы существуете, не как личность, вообще, наш возраст, конечно же, не интересует, ваш забег, да? Быстро футболки напечатали и приехали. Но главное, мерч сделали, они уже внизу торгуют им по-любому, там, в пополке с LJM и ваши. Самая лучшая игровка для организаторов забегов и бигабетов культеров. Ребят, у меня в кадре гости с северной столицы. Ребята из команды Дики, они делают в этом году замечательное у нас событие, это кубокки Артур, культеры, они набирают популярность. В принципе, это такая своеобразная гонка пробования, которая может ждиться, я не знаю, сколько там, да? Бесконечности. Бесконечности, то есть пока бежишь-бежишься. Событие ограниченное, они, по-моему, анонсировали в своих соцсетях. 100 человек. Поэтому у вас уже, кстати, все веста. Ну, пока нет. Так что, да, есть смысл поторопиться. Ребята, ну, мы трудно говоря начать с того, как вы вообще в бег пришли, почему мы мутриев ранен. Ну, это очень долгая, старая, румная история. Короткий формат, буквально, паркнул. Да, в общем, шоссе в какой-то мере надоело. Затем появился трейл, затем появились ультра-трейлы, которые мы любились. Мы, собственно, мы искали, строились, начали развивать это. Появились дикние трейлы. Сейчас мы собираем каждое восхищение от 60 до 100 участников. В 8 утра бегаем в Ленинградской области по посещенной местности. Каждый раз это разные места, но это уже длится около 2 лет. Это бесплатное мероприятие. Это как бы такой трейловый паркран. Это с разными дистанциями. Я знал, что паркран может быть трейловым. Да, и более жестким. Вот. Ну, в общем, все, мы любим трейлы, и поэтому продвигаем его в массы. Ребята, а где будет в Экиярт Ультра проходить у вас? В Экиярт Ультра также будет проходить в Ленинградской области. Это место Орехово. В общем, довольно-таки популярно среди бегунов и других видов. Там очень красивый лес, очень чистый, очень много тропинок. Лесов. Да, и в общем, там удобно проложить трассу. А трассу, может, раскроете завесу тайны? Трасса вообще там с набором, она сложная, там камни-болото. В принципе, у вас там как бы коренные близкие на то, что мы называем себя Дикие, все, возможно, волнуются, что трасса будет какая-то ультра-сложная, с какими-то болотами-бегантами, мы по мере делать ее, наоборот, максимально легкой, чтобы бэк-ярт продлился как можно дольше. Потому что, если это будут болота-подъемы, то мы закончим очень быстро. Да, закончится на нескольких кругах, и люди не успеют как следует пострадать. А ведь именно за этим идет на бэк-ярт. Поэтому набор будет на Ай. Набор будет минимальный, трасса максимально беговая, сукая, с минимальным набором, в общем, чтобы как можно больше кругов сделали, и, возможно, поставили, сделали новый рекорд России, потому что сейчас он, по сравнению с мировыми рекордами, довольно-таки скромный. Ребята, а кто может участвовать в этом бэк-ярт продлился? Там, как бы, бегуны с опытом, с какими-то там достижениями, или может кто-то прийти абсолютно только начинающий, скажем так, бегун? Кто хочет за место побороться, конечно же, это довольно-таки опытные участники с большим опытом. Это мастера спорта международного класса по суточным бегам, разные там, бегуны с невероятным просто стажем и набегом. Но никакого отбора конкретного квалификации для участия в нашем старте нет. Это как раз сделано для популяризации, может быть, и ультрадистанции. Каждый сможет попробовать себя первый раз в ультрамарафоне и нащупать свой предел. То есть это, как бы, аналог в каком-то смысле суточного бега, потому что круг всегда один и тот же, но ты можешь сойти в какой момент с этой дистанции. Ну, слушайте, да, вот я по своим, как бы, ощущениям понимаю, что суточный бег это точно нет, потому что закрытое помещение. Здесь круг 4, там, и 2 мили, по-моему, у вас. 6 километров. 6 километров круг. Да, это прикольный формат, но я как медленный, там, и маловыносливый бегун, я думаю, ну, если я осилю где-то 5 кругов, то ладно, там, то есть имеет смысл все равно регистрироваться. Конечно, конечно, это уже достижение, и я считаю, ну, что это как раз отличный шанс попробовать себя вот именно в таком формате бегуну любого уровня, потому что это круг действительно не слишком большой, это можно сказать паркран с хвостиком, и ты максимально безопасно под присмотром можешь попробовать себя в такой видеобега. Ребят, ну, я думаю, что здесь предлагается достаточно интересный формат, опять же, у нас он не очень известен, он набирает популярность, поэтому все регаемся, едем в Северную столицу, в Орехово, и бежим к Диким. Тебя тоже приглашаем. Спасибо, я постараюсь. На 6 кругов. На 6 кругов. В следующем году, наверное. Спасибо.